Русский инди Вот у меня в гостях в московской группе «Хмурый», которую мы знаем давно, любим, ратируем на радио И наконец-то ребята дошли до нас Но все, дальше потом, и сейчас давайте песню Ночь дана, чтоб думать и курить И сквозь дым с тобою говорить Хорошо пошуткивает мышь Много звезд, в окне и много крыш Кость в груди, нащупываю я Родина, вот это кость твоя Воздух твой, вошедший в грудь мою Я тебе стихами отдаю Синей ночью рдяная ладонь Охраняла пленный твой огонь И тоскуют в панины стукней По земле пронзительной твоей Так все тело, только образ твой И душа, как небо над небой По курю, лягу и засну И вдвою, почувствую весну Угол дома, памятный дубок Покурю, лягу и засну И вдвою, почувствую весну Ночь дана, чтоб думать и курить И сквозь дым с тобою говорить Ночь дана, чтоб думать и курить И сквозь дым с тобою говорить Субтитры добавил DimaTorzok Ночь дана, чтоб думать и курить Ночь дана, чтоб думать и курить В группах Мурый, всем привет. Привет, спасибо, что позвали. Слушайте, вы для меня такая летопись города, ну, естественно, Москвы, и это прекрасно, и мне очень нравится, что у вас бесконечно задействованы книги, кино, яркие архитектурные образы, но мы потом вернемся, конечно, к концепции, вот. Но почему Хуцеев? Вы прям романтизируете 60-е? Ну, мне кажется, это там было как-то года 3 или 4 назад, это, наверное, совпало вот с настроением, которое было у Хуцеева и Шпаликова в сценариях и в фильмах, в кадрах. Все вместе как-то гуляли и, ну, немножко ассоциировали вот с тем безвременным настроением, с ощущением свободы. Сейчас, наверное, это уже там больше закончилось, но вот в целом такой период был настроение. Я бы вот поспорила про закончился, но это, понятно, ваше субъективное какое-то восприятие. Вот с точки зрения культурного контекста есть ощущение, что мы как раз вот, ну, не то чтобы, конечно, утепли, нет, это далеко не это время. Но мы живем в ситуации тоже какого-то относительно безвремени и в ситуации, когда довольно много всего дозволено, хотя существуют, конечно, цензурированные вещи. Вот вам не кажется, что вот как раз мы на каком-то таком распуте восхитительном все пребываем? Мне так кажется, и в целом, вот как показывает практика, и когда там в 80-х появлялся рок-клуб, и когда там в западном Берлине были страдания там по-восточному, вот как бы мне кажется, вот в таких ситуациях и там рождается довольно много культуры. На самом деле вот этот отрезок оттепеля, который был там вот с конца 50-х по середине 60-х, он, ну, немножко похож, да. Но вы это сами для себя как свободу, как что воспринимаете? Ну, вот именно ваше собственное проживание этого куска. Это все еще совпадает как бы с активным периодом молодости, поэтому я думаю, что это как бы как там и у наших родителей, это будут какие-то вот прям лучшие периоды в жизни, которые мы точно запомним. Кажется, что это вот как бы просто стечение разных обстоятельств, времени, возраста, настроения. Не знаю, мне комфортно, понимаю, что бывает по-другому и будет по-другому. А как вы думаете, искусство, ну, в частности, музыка, они, ну, должны что-то сообщать? Должны быть в контексте или условно быть полезными? Ну, то есть вы закладываете какой-то посыл, вы с нами разговариваете, вы вот, ну, вкладываете что-то такое? Ну, конечно, искусство – это вообще проводник настроения и жизни, вот, и как бы то, что записывается и оставляется. Ну, там даже, не знаю, там даже есть судить, там есть как бы записанные вещи, там кино, искусство, изобразительная музыка. Есть еще театр. Театр, как бы тоже, вот, я не знаю, там, сейчас посмотреть какой-нибудь любой записанный, там, театр в МХТ Чехова, какой-нибудь 80-го года, какой-нибудь классический, там же тоже все это, ну, как бы, оставляет след именно культурный, там, и, ну, собственно, там, любая переделка вот сегодняшнего театра на новый лад, как бы, с современными, там, с современными штрихами, она же тоже, как бы, является проводником того, того, что есть сейчас, и переложение этого в искусство. Это либо, там, либо это условная, там, небольшая пропаганда какого-то настроения, или это, наоборот, как бы, характеристики времени, которые присущи вот конкретно сейчас. Посмотреть, там, любой какой-нибудь отрывок из любительской записи из, там, конца 80-х или начала 90-х, кажется, что люди там вообще по-другому жили, и они там по-другому и жили, и это все там не сообщается, ну, как бы, это не записано в учебниках истории. Вот искусство — это, собственно, вот такой, как бы, негласный учебник истории, с которой вот останется, ну, скорее, больше в памяти и в записях, если это, как бы, можно записать. Отвечая на вопрос, искусство — это проводник того, что есть сейчас. Я с некоторыми искусствоведами говорила, на самом деле, довольно многими, и все сходятся к одной мысли, что вот искусство, современное искусство, ну, оно, конечно, потом перестает быть современным, а это фиксация. И в ситуации, ну, например, очень странной журналистики, которая существует в мире, не только в нашей стране, искусство в конечном итоге — это является самая правдивая фиксация, ну, какой-то времени, периода, эпохи. И, собственно, только благодаря искусству потом, по прошествии, там, десятилетий или, может, столетий, можно хоть как-то оценить, что было на самом деле. И это, конечно, прям очень классная история, и накладывает на всех вас, на творцов, ну, небывалую ответственность. Что у вас с ответственностью? Ну, искусство — это бесконечно ангажированная штука, и, в общем, понять про... ну, то есть это, как бы, переложение конкретных людей в конкретную какую-то материю. Ну, как бы, я чувствую некоторую ответственность там, конечно. Коллеги разделяют? Ну, мне кажется, что это довольно субъективная вещь. То есть невозможно там по искусству как-то объективно прямо оценить сами творцы своего дела, поэтому... Как в Третьяковской галерее. Нужно пройти там всю Третьяковскую галерее 20-го века, чтобы понять там вот... А хорошо бы еще с куратором, да. Да, чтобы понять, что там происходило. На самом деле, я не могу до конца согласиться с тем, что мы какой-то слепок времени делаем. Мне нравится вообще верить в то, что придерживаемся философии, наоборот, вот ты же сказал там, без времени и место. Хуциев, Москва, мокрый асфальт, он же всегда мокрый асфальт. Значит, раз мы заговорили про 20-й век, Кандинский же говорил, что я все пытался поймать этот московский закат. Ну, то есть это какие-то такие фундаментальные сквозь все время понятия. Мне нравится вообще верить. Я, в принципе, пытаюсь такую образность строить, когда мы играем. Даже набоковские стихи все равно это вот не вау, окей. Мы съездили вот, например, в субботу в Петербург. И это непонятно, когда это было. На прошлой неделе? Три года назад? Или, может быть, это просто набросок там действительно вокруг рок-клуба там 84-го года? Мы сейчас, кстати, сыграли песню «Родина» на стихи Набокова. Это вот как бы перед его уездом в... Там дальше куда? Там в Германию. Это было 19-го, там 100 лет назад. Кажется, что... Абсолютно, да. Заживаем, да. Поем. Сейчас будут песни, тебя в этой картине нет. Проносятся дни, вокруг рубят дни. Уходит лето и пуст, никто не постигнет эту грусть. Куда бы себя применить? Запомнить или забыть? Надеть под темней очки и разломать все замки. Ты ищешь ответ, но тебя в этой картине нет. Ты самый яркий свет, но тебя в этой картине нет. Ждать еще много лет, но тебя в этой картине нет. Ищешь черно-белым ответ, но тебя в этой картине нет. Нет, нет, нет. Темнеет ночь, мысли не могут помочь. Смысл очень простой. Можно быть никем, но остаться собой. Проносятся дни. Ты ищешь ответ, но тебя в этой картине нет. Ты самый яркий свет, но тебя в этой картине нет. Ждать еще много лет, но тебя в этой картине нет. Ты ищешь черно-белым ответ, и тебя в этой картине нет. Нет, нет. Ты ищешь ответ, но тебя в этой картине нет. Ты самый яркий свет, но тебя в этой картине нет. Ждать еще много лет Но тебя в этой картине нет Лишь еще на белом ответ И тебя в этой картине нет Нет, нет Москва — это город про одиночество? Мне кажется, Москва — это город про веселье и про продвижение Как вам повезло Ну то есть себя можно найти в одиночестве примерно в такие дни Но в целом, мне кажется, это зависит, конечно Но в целом, наверное, для меня это побольше Москва — это город друзей, веселье и одиночество иногда Я-то как раз думаю, что Москва — это тот город Очень сложно остаться одному Понятно, что одиночество и быть одному — это немножко разные вещи Да, концепция, потому что пять картин Миньоны, да, вы называете их? Ну это называется, да, либо EP, либо миньоны Либо мини-альбом Классная идея Нам тоже нравится Мы вообще как-то просто с Пашей сидели, думали, как назвать нам первый мини-альбом Мы как-то сразу решили, что мы не хотим сразу работать над большой записью Как-то сидели, думали о том, как бы назвать то, что мы сейчас записали Как назвать вот этот конкретный период Паша предложил картину Картина, по-моему, как в опере, да? Да, было забавно, что я послушал тогда в тот момент Евгения Онегина Вишневская, Лемешев, и был очень впечатлен И я подумал, что классно, можно же кодировать таким вот названием картины А там же тоже же картины, то есть ты же представляешь, слушаешь, представляешь Я подумал, ну мы же тоже образность строим Ну плюс мы кодируем еще в названии дату выхода Ну да, тут как бы еще там примерно со второй записи стало немаловажно Это какой отрезок нас еще разделяет между картинами А также какая высотка на обложке Сейчас надо все пояснять, что первая картина это 17-й год Последняя картина, ну пятая, да? На данный момент последняя, не знаю, как там дальше Это суть 20-й? Ну там 19-й мы, как правило, называем вот в месяц, когда была сделана основная работа А, все, поняла, это просто вышел, увидел свет Вот, и да, обложки, обложки это высотки Обложки, да, московские высотки Ну там, на самом деле, там московские высотки И вообще вот эти семь сестер, это какое-то именно рицательное, по-моему Но там уже мы немножко вышли за грань Потому что у нас там на третьей картине непостроенное здание в заряде Наверное, потому что это как бы наша музыка, она про Москву Нам хотелось как бы вот такие символы запечатлеть Потом еще это как-то связано, не знаю, мне кажется, мы все вчетвером как-то между вот этими высотками перемещаемся То есть это какие-то опорные такие точки вообще в Москве Я там, не знаю, я учился в университете Паша все время жил рядом с университетом Дальше мы как-то там, ну там переехали Ну в общем, каким-то образом это так или иначе появляется в месте ориентирования Как примерно в центре станции метро, так вот типа где-нибудь у какой-нибудь высотки мы встречаемся На Кудринской площади или там на Красных Воротах, где это А современная архитектура вдохновляет? Конечно Какая? Ну ее так много тоже, это такой страшный вопрос Я не прям, что большой вообще фанат Захи Хадид Это вот эти все странные строения Ну в целом, конечно, вдохновляет Паша у нас большой специалист по архитектуре Но он, мне кажется, специализируется на вот том, что уже было построено Как это находит отражение вот в текущей архитектуре Теперь он меня в краску вогнал, я небольшой специалист Но не знаю насчет современной архитектуры Прямо, да, действительно там заходят и стеклянные уроды Которые там сейчас возникли в наше клышковское время Но не знаю там, что приходит на ум Но мне очень нравится, например, я прям вот болезненно отношусь к тому Что у нас не сохраняется там 19 века, 18 века И я просто испытываю какое-то ментальное наслаждение Когда я вижу, не знаю, что Вот я работаю просто на Курской И как газовый завод Шведы причем как бережно отнеслись к кирпичу Отполировали его, прокрасили И это прям чудесно То есть как бы новая жизнь ушедшего завода Те самые здания, потрясающие абсолютно газгольдеры Вот это я вот очень люблю, это прям нравится Да, это красиво вообще Курская Вот тот вот какой-то такой закуток Ну не закуток, вот какое-то место Это что-то прям невероятное Там другой мир Потому что это потрясающая кирпичная кладка Начало 20 века, конца 19-го И вот ее... Если говорить про Москву Есть пара прям хороших новых зданий На которые приятно посмотреть Ну они там сейчас, не знаю, там строятся Где-то вот там на Савинской набережной Какие-то новые жилые комплексы Единственное жалко, что это все называется жилые комплексы Они как бы, ну там Как-то кажется, что это слишком общо Каждая квартира это такая маленькая ячейка Ячейка, да-да-да Иногда вот там, когда летишь в ясную погоду На самолете над Москвой Думаешь, что, господи, там под каждой крышей Какая-то собственная жизнь Крыша, она только объединяет А у всех все совсем разное Ну да, вот этот образ муравейника Который в кино тоже был показан Высотка Да, это такая страшная история Я тоже часто думаю про дома в Москве Все равно вы обращаетесь К чему-то более раннему Просто времени условно не существует Существует состояние И если вы находите схожее состояние Где-то условно в прошлом Ну, собственно, вы его отчасти транслируете Ну, отчасти, естественно, преломляя через себя Вот, это интересно Но при этом тоже какой-то сейчас момент Когда мы все начали переосмысливать Наше прошлое, ближнее, дальнее Ну, 60-е, это понятно Вот 70-е, 80-е, это гораздо интереснее Что мы вдруг все переосмысливаем И вдруг даже решили, что и архитектура Ну, в частности, да И какие-то там социокультурные проекты Они были И даже кинематограф пытаются поднять Зачем мы все это делаем? Почему мы даже 70-е Ну, 80-е немножко другое, да Но вот 70-е, которые всегда были Условно застоем и так далее Мы сейчас их пытаемся тоже приподнять И, ну, не знаю, добавить Какой-то исторической культурной ценности Вообще, мне кажется, это немного Наша расплата за то, что мы Вот там, старая история про Три страны за сто лет Расплата про то, что мы постоянно Пытаемся что-то построить новое сначала И вообще как-то плохо относимся к старому Это из точки зрения культуры, общества Архитектуры и тому подобное Вот я, честно, иногда чувствую Некоторую ответственность за то, что Передать или там, переложить И рассказать про какую-то историю Про которую там я знаю То же самое вот мне там родители С детства пытались рассказать Историю, которую они знают Поэтому я знаю там, как жили Мои там бабушки и дедушки Вот с точки зрения бытовой Там даже они с точки зрения Там, ну, местонахождения Я думаю, что вот про все вот эти Ну, как бы обращения к истории Ну, во-первых, это поколенческая На мой взгляд вещь Вот каждый человек там, не знаю К 30 или к 40 годам обращается К тому, что было там на 20 лет назад Почему сейчас, не знаю, там 90-е, 2000-е популярное Выросло поколение, которое вот Выросло на этих песнях Там, неважно, это группа «Руки вверх» Там, или это еще что-то такое Вот, и там Можно, кстати, следить там По концертам в спорткомплексе «Олимпийский», Которые закрыли Про то, что сначала была дискотека 90-х Сейчас дискотека 2000-х Я думаю, что вот еще Года 2 или 3 будет дискотека 2010-х Ну, десяток, да Ну, вот обращение к 70-м, 80-м Мне кажется, это очень недооцененное время Про него мало что известно с точки зрения быта Не было видеокамер Как-то вот прям таких распространенных Вот, зато есть чудесные фотографические снимки Там, я не знаю, есть Игорь Мухин Такой фотограф, у которого есть там целые циклы Там рок-звезды, ну, в общем Все это какой-то вот дух времени Который хочется приподнять И, ну, он интересен Песня называется «Снова в парк» Пора домой, но не хочется спать Автобус мчить на конечную снова В парке с друзьями вторую достать Завтра опять в половину восьмого Запад сирени, не подходят слова Сходить бы еще, но закрыто и поздно Прошу целый мир, и вся эта Москва Машины мелькают, будто падают звезды Снова парк, трон и деревья Снова парк, утром похмелье Снова парк, лица друзей Снова парк, вечерний парк Снова парк, трон и деревья Снова парк, утром похмелье Снова парк, лица друзей Снова парк, вечерний парк Снова парк, вечерний парк, вечерний парк Смотрят в спину стрелы вечных прохожих Фонтаны поднимают чьи-то смех и прохладу У облота мира усатые рожи Уверенный шаг, ключ любых загадок Горят фонари, две пары пилонов Каких-то новых, но таких знакомых Кругом не дружит, все как будто бушит Звучит тихий стон майского грома Снова парк, трон и деревья Снова парк, утром похмелье Снова парк, лица друзей Снова парк, вечерний парк Снова парк, трон и деревья Снова парк, утром похмелье Снова парк, лица друзей Снова парк, вечерний парк Снова парк, гром и деревья Снова парк, гром и деревья Снова парк, гром и деревья Снова парк, вечерний парк А почему и в какой момент вы решили, что синтезатор вам необходим, и нашли Сашу? Мне кажется, что Саша сама нашлась. Мне кажется, мы прям записали что-то первое, и показалось, что нам нужна Дива. Да, мне нравится, как вас нежно называют везде Дива. Дива группы Хмурой. Это классно. Я думаю, что я станочница на самом деле. Станочница? Почему? Как вы вышли, если вы сами нашли Хмурой? Ну, благо, на дворе был 2016 год, и у меня был интернет. Мы решили с Пашей поискать кого-то, и Саша была примерно первая, она же единственная. А я умела пользоваться интернетом. Хорошо вам с ребятами? Отлично. Жалоб нет, но если будут, то я скажу. Попробуй скажи что-нибудь плохое. Надо сказать, что мы, наверное, сначала, вот когда у нас там было первое удовольствие в клубе, в баре, в кафе Chinatown на Кита-городе. Да. И у нас достаточно такая была, больше прям классический постпанк, наверное, мы такой играли там на первых. Даже есть там какие-то там старые демозаписи, которые мы на реббазе писали. Ну, такой прям сухой постпанк. Прям постпостпанк. Потом вот решили разбавить, появился Саша, и как-то все более такое стало... Стало более мелодично. Да, текучий и могучий. Да, мне, правда, очень тоже нравится. А какие амбиции с точки зрения музыки дальше? Развивать себя. Ну, что это значит? Я вот тоже... Ну, написать... Многогранное понятие. Написать и записать столько, сколько захочется. Вот. И будет приятно, если это будет оценено. Мы сейчас тут съездили в пару городов, в Россию, в Калининград и в Брянск. Хорошие. Были очень приятно удивлены. В целом, вообще, как встречают, а также, как вообще все рады попеть в горло песни. Было вообще приятно знать, что песни наши знают все слова. У нас еще там примерно год назад был сольный концерт. У нас там пара друзей приходило еще. Вот. И, в общем, у друзей, мне кажется, было смятение в глазах про то, что... Меня там приятель спрашивал, почему стоит какой-то непонятный человек справа и знает все песни. И кто это такой? Я говорю, я не знаю. Ну, то есть, вот, амбиция, ну, не знаю, мне кажется, нести музыку, добро и любовь. Еще очень хотелось бы клип записать. Очень давно. Ой, клип это было бы хорошо. Один из сотен сценариев. Очень сложно. Это очень сложно оказалось, потому что у всех, как называется, слишком вычуренный вкус. Ну, во-первых, мы там несколько раз прям договаривались с тем, что мы наконец-таки запишем. Что-то как-то все не складывалось. Не оставляйте попыток. Не верю, что это лень. Мне кажется, это все вопрос вкусов. Рано или поздно стыковка какая-то должна случиться. Но клип это было бы хорошо. Потому что, мне кажется, все, кто вас слушает, и тем более знают все песни наизусть, ну, как-то мы так плюс-минус представляем, какой должен быть видеоряд. Хорошо, что, когда слушаешь вас, есть очень четкая визуальная картинка в голове. Это очень классно. Поем, а то мы не успеем. Спасибо. Песня называется «Ночные картины». Домой сквозь бульвары деревья в тревоге, всталые глаза обивают пороги. Последние вздохи делает ветер, ночные картины превращаются в пепел. Капли дождя, как будто в старом фильме, Дорога к дому вдоль коробок для жизни. Умершийся день в выгодном свете Покорно утопает в июльском рассвете. Покорно утопает в июльском рассвете Кругом тишина, но и в ней я не строюсь. Быстро прошагал сквозь волну перестроек. Я снова у старта, у точки отсчета. Звела сигареты, увязла в полете. Кагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаггагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг Субтитры добавил DimaTorzok 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 Да, но там, конечно, про Евгения Стычкина я как-то забыл, а оказывается, он, а, есть, и, б, он очень крутой Он гений, да, то, что он творит, это гениально Ну там все неплохо, и Сорокина они таки передали Я еще был, кстати, на том показе, где был сам Сорокин И, конечно, честно сказать, такого еще ни разу не было, пожалуй, когда вот И ты и Сорокин пришли, да, одновременно? Я была на втором дне, там его уже не было, но тоже было много хороших людей, это, конечно, да Ну, я вообще, как бы, еще там фанат постановок Серебренникова Ну, это, как бы, кажется, что это немножко сейчас популярно и на хайпе вроде бы Но в целом, конечно, кажется, что очень много подоплеки, которую, черт из два, кому-то вообще объяснишь Вот, и, на самом деле, у Богомолова, и у Серебренникова, и у молодых режиссеров в Google-центре сейчас Вот куча всякой подоплеки, которая, на первый взгляд, не видна А на самом деле она, ну, во-первых, есть Во-вторых, она настолько глубокая, что это вот что-то прям очень культурное Я хочу еще сказать, что, несмотря вот на все эти подтексты, контексты и так далее Ну, вот относительно Кирилла, да, вот, например, его последний спектакль «Палачи» Он просто очень круто сделан То есть это настоящий театр, это вот тот театр, по которому он уже Те насмотренные люди, которые уже перенасыщены условно авангардом, вербатимом и театром ДОК Ты просто понимаешь, что вот Кирилл на самом деле, ну, вообще, без вопроса, крутой режиссер Он делает крутой театр Да, еще важно, что там два самых главных палача Я очень люблю Сосновского, который он как-то вот расцвел для меня в последние лет пять Ну, собственно, там два палача, которые меняются Вот я еще второй раз пойду на... Вот сейчас меня все убьют, мне как раз вот Филипенко не очень, потому что он сыграл Филипенко Я вот это не люблю, ну, то есть надо играть не себя самого Знаете, как Олег Менщиков выходит, вот сразу видно, народный артист выходит О, молодец Круто, не знаю, здорово, но все равно опера, хочу докопаться до оперы, Паша Ну, опера... Давай Хованщину, Паша Нет, опера, на самом деле, это... Ну, я там просто как-то была возможность в свое время Я похаживал Немировича Данченко, солистка Маринки, там, пациентка моя мама Поэтому, там, значит, когда в большом она, то есть возможность сходить, посмотреть Наверное, нужно уточнить, кем работает твоя мама, чтобы все было хорошо Пациентка, там, ну, опера это прям как данность какая-то, а если говорить о вдохновении, например, там, касаемо меня, мне очень нравится Я не буду говорить, живопись, изобразительное искусство, то есть я прям вот как хожу, как вот выпить гарантированно вкусный кофе Я так периодически хожу, вот, встать, включить какую-то музыку, вот, и так вот просто зомбируется в хорошем смысле Немножечко напротив любимых картин, мне очень нравится новая Третьяковка, я благо недалеко живу И прийти прям, вот, у меня там, пять штучек, вот, моих, вот, пойти посмотреть, подумать, я не знаю, какой-то такой ритуал для себя сделал, мне нравится Моя любимая сейчас вообще картина, это вузовки из Томина, вообще просто космическая с точки зрения Я просто, я просто фанат понятия цвет такого, и вот тоже вся эта образность, вот, там, цвет для меня, это прям такой вот И вот эти, там, зеленые, которые в такой, в какой-то, возможно, синий переисходят, это зимний, розовый, там, закат, скорее всего, да Барышни все эти две, которые, на самом деле, понятно, где-то, ну, не знаю, там, в 30-х годах, но все равно очень интригуют даже сейчас Хотя понятно, что разница во времени уже, там, да, не может быть компенсирована Это, это Лабос, вот, и очень забавно, что мне очень нравился Лабос, а потом оказалось, что Дима знаком с внуком Лабоса Да, 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 это прям, ну, это, что называется, Москва-большая деревня, да, нет, 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 как это ни банально, это Василий Васильевич, вот, особенно ранний Ну, собственно, и могу сказать, что посещение архива Баухауса, мы, кстати, вместе же были, по-моему, да И прослушивание у нуднейшего просто аудиогида, оно очень сильно вообще, там, так сказать, сподвигло меня переосмыслить понятие, там, художник, там, в частности, цвета, материалы разные, разные формы, какая-то там, вот Да, и, как называется, как надпись на долларе, инвасия витраст Да, 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 ну, то есть, вот, какие-то вещи, и поэтому я вот сейчас пытаюсь, так сказать, это вот, все время подпитывать, вот эту новую статью вдохновения Отлично, спасибо, продолжим потом песню Песня «Табачный дым» Табачный дым, бетонный свод, а там уже как повезет, куда ушли мои друзья, у лифта грохот забытья Пора бежать, возьмем по две, свернули в окку во дворе, синеют губы всем на зло, закрыты двери у метро Песня «Табачный дым» Перед взор по зеркалам Пунктю на стеклоград шагу Хватило не на всех зонтов Навстречу меньшихся людей Затлел пожар из фонарей Закончился ночной пробег Перед дорогой человек 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 А как вы относитесь к этим бесконечным тенденциям? Ну, они тоже уже, может быть, даже 10-20 лет Про бесконечные стыковки разных жанров И вот театр у нас пошел туда-сюда, все перемешалось Ну, обозначить, что вот есть какой-то определенный вид искусства Ну, сейчас очень сложно, если мы говорим про современное искусство Абсолютно все существует в каком-то замесе Я считаю, что это прекрасно Ну, то есть, во-первых, искусства стало очень много Мне кажется, у любого есть возможность записать музыку, снять кино По-моему, это вообще прекрасно Здесь вопрос просто в том, что конкретно вы или я для себя выделяете Вот конкретно в этом стриме Даже во времена, когда все сразу стало можно Не знаю, 20 лет назад, когда снимали какие-то кислотные клипы Или какие-то непонятные фильмы Даже там сейчас видно, что группируется вот это все По истечении какого-то времени Наверное, должно пройти время, чтобы и то, что сейчас происходит, тоже сгруппировалось А как же тогда определять, что хорошо, что плохо Но это извечный вопрос касательно современного искусства Где вот прямо искусство, а где потуги на искусство Я бы сказал, консервативно воспитание и критическое мышление Хорошо, но тогда нужен условный институт кураторов Кто будут проводники и вообще Как выстраивать на условные фильтры? И нужно ли? Я думаю, что вопрос фильтров, они как бы тоже должны быть, наверное, внутренние Ну, то есть это вопрос, наверное, школы, университета В радужном мире вы живете Да, но я понимаю, что там есть еще куча Во-первых, есть куча то, что сейчас называют микроинфлюенсеров Есть куча, во-первых, каких-то YouTube, Instagram-звезд, фрешманов Которые ведут за собой Фильтры, ну, то есть вряд ли можно как-то их поставить радикальным способом История про то, что нужно там что-то запретить Она почти никогда не работает Не, я не про это, я про фильтры и, наверное, про кураторство Даже ближе к кураторству, что, ну, как-то весь этот поток, да Вот кто-то должен, ну, помогать хотя бы понять, осмыслить И вот перенаправить или направить Я про это Мне кажется, что это еще вопрос там слежения там за кем-то людьми Там, не знаю, в конце 19 века был Толстой, были толстовцы Ну, то есть это вот как бы история про приверженность кому-то, да, с точки зрения там Я не знаю, там есть куча всяких там, не знаю, и хороших, и одиозных людей За которыми люди следили там, я не знаю Начиная от, там, от деятеля Дугина И заканчивая, там, Кириллом Серебренниковым Или там еще каким-то молодым Ну, то есть здесь такая история Мне кажется, ну, наверное, какое-то там должно быть Да, там, кураторство, что там кто-то будет направлять Но там без каких-то перегибов Потому что как тогда будет рождаться новое что-то Ну, там, должна какая-то воля быть определенная творца Чтобы он там придумал новое И в итоге там какой-то, может, новый стиль возродится там чего-то Нежное кураторство, нежные фильтры, да? Ну, такое, да Мне кажется, Паша больше других думает о кураторстве У Паши сын, и мне кажется, он сейчас задумывается о воспитании Я воспитываю Задумывался уже поздно, Дима А сколько сыну? Год и четыре А, ну, это ерунда Ну, это же человек уже воспринимает музыку Человек, к слову, дифференцирует как бы там мою музыку Испытывает прилив радости, когда слушает тоже близкие мне казацкие песни Вот, вообще просто эйфория, Таня, сразу И вот ты вот невольно думаешь о магии, вообще вибрации И о том, что на самом деле посылается В этой совокупности нот, голосов, которые не плюс-минус в гармонии звучат Ну, это и на самом деле к вопросу о там кураторстве Вообще, наверное, здорово, что такой огромный поток Мишанина какая-то И я вообще считаю, даже если там, я не знаю, вот у меня есть такая заморочка В каждый новый город, куда я приезжаю Есть музей современного искусства Я непременно иду Как раз вот посмотреть на слепок 95% того, что я вижу, вообще просто вот Ну, вообще мимо Я потом уже задним умом думаю, что это мимо все равно Как-то так или иначе заставило меня подумать Заставило меня вообще попытаться понять, а почему там он сделал это Почему вот, не знаю, инсталляция, просто там вечерний город И ты слушаешь, ну, это классно, кстати, было И как будто вот просто вот тоже слепок времени там сохранен А любое искусство кушать, да, даже Я вот считаю, что искусство надо поглощать даже вот насильно Ну, так вот прям, ну, так нежно, насильно И, в общем, это должно переходить в категорию привычки После того, как это становится привычкой Неминуемо просто начинаешь получать колоссальное удовольствие Даже от того, что тебе не нравится Просто понимание, почему тебе не нравится Вообще, это залог какого-то такого ментального здоровья Когда есть куча-куча всего того, что будоражит или не будоражит твой мозг И ты вообще способен выбирать Самое плохое, когда нечего выбирать в голове Вот среди всего того, что ты видишь Ну, это вот история про четыре стены И про, не знаю, про зашоренность Вот как бы когда есть вот этот кругозор А он есть сейчас у всех А вот вы верите, что можно присытиться вот чем-то? Я вот не верю, хотя вокруг меня много людей Ну, как не очень много Которые мне говорят, что вот все, они там условно Никуда не ходят, ничего не читают, ничего не слушают Потому что вот присыщение вот прям У Пелевина есть такая Я не помню цитату точно, но мне очень нравится мысль Которая говорит, что там понт первого уровня Там условно читаешь Улицкую Понт второго, да, Умберто Эко Там носишь Ланжин Понт восьмого уровня Сидишь и читаешь это как-то Тургенево дыма Нет, 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 нет Эту Донцову Читаешь и получаешь на самом деле удовольствие Настоящее, да Мне кажется, всегда на самом деле Не пытаешься выпендриться никак перед собой У этой вот ротика вот этого, я не знаю То есть, ну, потребленца вот этой вот всякой ментальной истории У него же тоже вкусы меняются Подкрамлют над разными вещами постоянно И я вот, ну не знаю, за собой замещаю за пять лет Что вот так вот просто авангард, фу, теперь авангард ненавижу Потому что понимаю, что это было там во многом тоже такая Слепая огульная попытка, значит, перечеркнуть, что было Возможно, за невозможностью просто делать Это мыслить так же, как мыслили Но зачем было перечеркивать, например Ну, то есть, такие вещи у вас все время не хочется Ну, или начинаешь понимать шире И когда прочитал все манифесты, на самом деле Которые там лет на 15 раньше в той же Италии, да, начинались И потом к нам прикатились А потом вырос, ну, тот самый авангард Ты понимаешь, что все гораздо интереснее, шире И оно не совсем так, что вау, мы тут основоположники авангарда Не-не-не, не надо так Вот все поем, это мы сейчас углубимся Песня «Полуночный герой» Хотел лететь, где ветер дул Но я так люблю свою тюрьму В бесчетных глубок речах тонул Но верил, верил почти всему Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Теперь за окном холодные дожди Ты смотришь в окно на пустой проспект Залить бы белилами эту ночь Но ты маленький человек Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Наслаждаюсь тишиной Я полуночный герой Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Мечтатели с новым смыслом Мы здесь никому не нужны Как хочется бежать Как хочется сбежать Считать бесконечные числа Мы здесь никому не нужны Как хочется сбежать Как хочется сбежать Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Я полуночный герой Наслаждаюсь тишиной Кроме Москвы Есть еще города Которые каким-то удивительным образом Близки по духу Петербург Петербург А мне Рим А также я как-то себя Вот у меня правда друг живет Наверное там может быть из-за этого Вообще наверное вот как бы Все города в которых живут друзья Они как-то вот близки Они ближе становятся Да Ну то есть вот один из моих ближайших друзей Живет в Лос-Анджелесе Мне в целом вообще Это не очень там нравится Но я там себя чувствую хорошо Вот И плохо чувствую там где Ну как-то нет каких-то опять Точек опоры Ментальных Не обязательно они там должны быть Просто здесь вопрос Ну вот здесь Валера живет А здесь там Не знаю там Здесь Паша А здесь Сева Ну то есть вот такие какие-то Простые вещи И они вот как-то Сразу являются якорями И сразу вот как бы Плюс там 100 лайков к городу Кстати, мы не так давно В Праге Ну я лично первый раз был Вот И очень удивил город Своими архитектурой Невероятной просто У нас там состоялся Примерно длиной в 3 часа Архитектурный спор Да там И там чуть ли не до драки Не нашло просто за архитектурой Первый раз за историю Наверное вообще Посуждение архитектуры Спор Насчет Сложности Готических узоров Чуть не дышал до драки Круто Да Хотел бы я на это посмотреть Там конечно накалялось Обстановка Я был готов побеждать За готику Ну вовремя остановились Да Там еще у нас был другой Яхаризологику Тоже хорошо Ну вот у меня Такое неоднозначное впечатление Ну и вообще ощущение Не знаю Из наших городов Я очень привязалась К Екатеринбургу Мне тоже очень понравился Потому что живой авангард В котором живут На самом деле Да Кайф И кирпичные красные дома 19 века И все это рядом Гармонично Очень здорово Я неделю прожил По работе Ну я где-то Не знаю сколько Ну дней 10 Ну и в общем Ну как-то с погружением Было И тоже там есть знакомые люди Что да Вот всегда добавляют И я тоже всегда Сразу обхожу Там Ну применительно К Екатерину Там музей дизайна Их театр Урал-опера-балет Потому что они гениальны Вообще Один из лучших театров Дальше музей Там современного искусства Ну там в частности ГТСА Ну и вперед И Ельцин-центр И там вот это ощущение Свободы Оно какое-то Прям вау Там люди Немножко прям С другой головой Там Москва людям не нужна Да И это очень мне нравится И мне тоже это очень нравится На самом деле Не Москва единой Мне кажется У меня такое ощущение Сложилось К Калининграду Что там Конечно Но у них близость Просто других миров Понятно Что она немножко Там такой Оторванный город Но все равно То есть там такие Самобытные Немножко Оторванные Прям Двусмысленные Мне кажется В прямом Переносном смысле Ну вот кстати Может чуть более Серьезный вопрос Вот это Децентрализация Культуры Которая Ну отчасти Проповедуется Сейчас даже На государственном уровне Ну и вот как раз Уход от давления Москвы Ну и Питера Да Ну прежде всего Москва Это хорошо Или плохо Для нашей страны Да конечно Хорошо Это мне нравится Ну как бы В целом Вообще Нужно дать Всем развиваться Всем кому хочется Высказываться Вопрос там Не знаю Мне удивительно Когда Не знаю Где-то в городах Вне Москвы Проставят какие-то площадки Площадки должны работать Все Мне кажется Людей которые готовы Высказаться Или хотят выступить Или там Не знаю Хотят снять кино Их вообще много Просто им нужно Им показать Что творить можно Их надо поддерживать Да Сейчас вот все тумблеры Все ручки вверх И в общем Творить можно и нужно А вот с точки зрения Там децентрализации Ну это же прекрасно Ну все же ходят на Там Извините Я не могу принести его фамилию Куренсис Да Вот Это же какое-то Ну это же потрясающе В Москве все ходят Там не знаю Билеты стоят Какое-то состояние И он же там Ну в Перми Нет Из Перми его уволили Ему теперь отдали Ну так называемый Дом радио В Питере И кстати Залезьте к ним на сайт Посмотрите Потому что они По-моему даже там Еще условный ремонт Они не сделали Они там развиваются Развиваются Но они уже запустили Например Фантастический журнал По современной Академической музыке Вот с невероятными статьями И действительно Вот с такой Ну достаточно глубоким Разбором Ну вот как Естественно Теодор Вот делает И проповедует И да Он молодец Но кстати Питер-то Не всегда доволен Ну то есть Не весь Питер доволен Ну говорят Что Москва Вяжет от всего Наверное Ну нет Мы же с Нобой тоже Ну да Мы тут в Петербурге Выступали Кажется Никогда такого Холодного концерта У нас Правда Странное обстоятельство Ну там Пришло Обедное количество человек Как бы кажется Что пришли на нас Все так как бы хлопали Хлопал только Наш друг Сева Ну да Председатель Петербургского фан-клуба Грубых мод Ну в целом Вообще Интересно же Смотреть на На золотую маску Куча всяких театров Приезжает И там есть Там какие-то В позапрошлом В моем году Был какой-то То ли Не знаю Извините То ли саратовский То ли самарский Какой-то театр В Саратове Хорошая школа Да Олег Павлович Может быть Помог своим именем Ну неизвестно Вот Но были какие-то Солдауты Прямо вот На региональные Вот эти театры Это же тоже Показатель того Что там жизнь есть Ну как бы мы в Москве Тут думаем Что мы в центре мира Вот А когда вот Как люди в Екатеринбурге Или там в Петербурге Рождается то Что ну как бы Не черта Мы тут тоже Сами варим Сами мажем Да Я тут вот всегда За Екатеринбург Потому что За что я их еще люблю Что например Единственная наша страна Опера на музыку Филиппа Гласса Сати Граха Поставлена Вообще-то в Екатеринбурге Они кстати Золотую маску Брали там Я не знаю Год 4 или 5 назад Классная постановка Если вы когда-нибудь Там окажетесь Подгадайте Вот свой приезд Вот прям под Ну под оперу Это прям круто Очень круто Я недавно читал книжку Вот про Филиппа Гласса Ну его мемуары Наверное Да Хорошая книжка Слушайте Все Я с вами прощаюсь Потому что я уже поняла Что я могу с вами Мне кажется еще так часа два посидеть Вот Это была группа Хмурый Ну теперь я уже могу сказать Дима, Паша, Паша и Саша Вот Я вам страшно рада Вы умные, прекрасные Не останавливайтесь И ну вот ради нас всех И меня тоже творите Спасибо И вот ходите Изучайте Мне все очень нравится И теперь мне все понятно Откуда там все И в музыке, и в песне Ну короче Я вас люблю Спасибо Последняя песня Спасибо Песня Белые стены Белые стены Чтобы лучше забрало Пол лета в угаре Но нам все мало Любовь Поставь на зарядку Сынки повсюду Серые гудни Странные звуки Новые люди Жара До первого снега Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Жизнь в бокалах Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Лишь бы хватало вина Как сильно спешит Между творящих лиц Вбивалась игла В виниловый диск Включить Включение глаз У нас смотрит заль Простая деталь Бледный огонь Музыки сталь горит У самого сердца Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Жизнь в бокалах Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Жизнь в бокалах Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Жизнь в бокалах Шах и мат Подкова бульвара Пустые дома Лишь бы хватало вина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С сегодняшним трек-листом вы можете познакомиться на странице проекта на нашем сайте. Русские Инди. Инди-ликатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА